Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по недельной главе. Сказано, я тоже услышал, так же точнее лучше сказать, услышал стон сынов Израиля, которых порабощают египтяне, и вспомнил мой союз. Есть вопрос, а зачем понадобилось вот это страдание, вот эта третья причина, если уже есть заслуги отцов и обещание, данное в виде введения Аврааму. Уже было. Почему так важен стон сынов Израиля, страдания под игом рабства? Почему важны их молитвы, идущие из глубины сердца? Сфорно объясняет, что поскольку евреи погрузились в 49 врат нечистоты, похоже на нашу ситуацию, они были так далеки от возможности получить избавление и называться народом Божьим, что даже ангелы при рассечении моря говорили, что эти служат идолам и те служат идолам. Почему же ты спасаешь одних, а губишь других? В таком состоянии, даже если бы евреи освободились, никак нельзя было ожидать, что они примут Тору по-настоящему и вступят в Святую Землю. Их приближение и возвышение произошло только в результате страданий, стонов, молитв, когда им стало невмоготу. Лишь так они сделались достойными, Бог вспомнил союз и сказал, и увидел, когда стало им тяжело, и услышал их голос. То есть если у человека не получается в хорошей ситуации, какое было, скажем, еще 5-7 лет назад в мире, прийти к Богу, но Бог создает то, что создает, получается, что несмотря на многие заслуги, без ключа в виде молитвы, а если не получается молитва настоящая, то страданий невозможно удостоиться освобождения. Если вдуматься, то это отвечает на все вопросы сегодняшнего дня. Мы имеем ту же ситуацию по духовному загрязнению мира, как и тогда, если не хуже. Но есть и положительные стороны. И каждое наше оказывается положительное духовное действие. Каждая сильная молитва, да и вообще, наверное, любая молитва, понижает уровень духовного загрязнения мира. Каббалисты давно говорили, что даже если ты сделал какое-то хорошее маленькое дело, в какой-то другой стране это, может быть, спасло десятки людей. Может, кому-то не верится, но так оно и есть. Освобождение не бывает легким при плохой духовной ситуации в мире. К сожалению, надо помнить, что при выходе из Египта погибло 80% евреев. Это была самая большая катастрофа за всю историю. Сказано, что грядущее освобождение будет похоже на выход из Египта. И в этом наша надежда и наши страхи, они связаны с этим периодом. Спрашивают мудрецы, а где источник страха? Некоторые говорят, что мы боимся неизвестного. Но это бессмыслица. Если что-то по-настоящему неизвестно, как мы можем этого бояться? Нет, мы боимся собственных проекций. Мы пробуждаем в своем воображении самые большие ужасы из прошлого, своего и исторического. Проецируем их на события сегодняшнего дня и реагируем соответственно. То есть мы реагируем не на то, что происходит в действительности, а на то, что мы себе воображаем завтра будет. Бог предлагает иное. Всякий раз, когда нужно встретиться лицом к лицу с врагом, Бог обращается со словами какими? Приди к фараону. А это значит что? Решись отправиться к фараону, и ты придешь ко мне через фараона. То есть у нас нет другого пути. Мы должны видеть все недостатки, сложности мира, и собственные, конечно. Но не бояться этого, не быть подавленным этим, а наоборот. Надо понять, что все в наших руках. Если мы сами поменяемся, поменяется мир, поменяются проблемы при исходе. Мы можем, мы все можем, да? Мы можем начать что-то делать в первую очередь. Человеку легче исправить весь мир, чем себя. А надо себя. Надо сегодня уже наметить план собственного продвижения в духовных вопросах. Невозможно все время откладывать на завтра. Мы не знаем, где это завтра. И один из первых шагов, которые существуют для человека, это молитва, настоящая молитва. Разговор с Богом, как с отцом, с другом. Надо понять, что он стоит вот прямо перед тобой. И слушает тебя. Он все может. Но он ждет, когда мы проснемся. А мы спим, так сладко спится. А мир движется, лучше не скажу куда. Наши мудрецы говорят, что существует три столпа, на которых стоит мир. Это Тора, молитва и дела милосердия. Увидев, как дела обстоят с этими тремя ножками нашего стула, мы поймем, в каком состоянии мир. Ну и что мы ожидаем от мира, в котором дела милосердия, к сожалению, не в порядке. Изучение Торы, к сожалению, не на должном уровне. А молитва, повторяю, молитва, это не дежурное бормотание каких-то слов, а настоящая молитва. Разговор от сердца к сердцу, с ним ситуация еще хуже. Люди постоянно ищут какие-то чудодейственные средства. Но в словах молитвы содержатся все чудеса и все средства, которые нужны. Слова молитвы, составленные мудрецами, содержат в себе все, как нужно говорить с Богом. Есть еще и личная молитва. Садок Коэн излюблено говорил, он истолковывал, точнее, вырассказывание наших мудрецов. Молитва делает половину дела. И Рэбе объяснял, что молитва делает половину дела, если мы настроены на половину, на молитву. Но если мы бы молились на 100%, мы бы обрели полное решение всех вопросов. Истинная цель страданий, которые сегодня есть в мире, пробудить человека к молитве. А если молитва слабенькая, то избавиться от страданий очень сложно. Молитва, выходящая из разбитого сердца, это величайшая из молитв. И написано сердце удрученного, Бог не отвергает. Истинная цель страданий, которые сегодня в мире, пробудить человека к молитве. Молитва, выходящая из разбитого сердца, написана величайшая молитва. Сказано мудрецами. что шаббат, проведенный так, как надо, может изменить ситуацию в мире. Если мы до сих пор знаем, что не сделали все, что могли, мы можем этот шаббат сделать поворотным пунктом нашей жизни. И жизнью всего мира. Мы можем провести его так, как надо, так, как хочет Бог, а не мы. И вы увидите, что все поменяется. Давайте попробуем. Шаббат, шалом, брахава, ацлаха.